Девушки отдыхают Техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах Этот образ Эдуард Николаевич написал, вспоминая первые годы их брака Это все эти персонажи, как будто они мои дети или ближайшие знакомые У дяди Федора есть мама Рима, вот она как раз прототип, первая жена его, прототип мамы дяди Федора Вторая жена Лена, очень хорошая женщина, я очень хорошо ее запомнил, милая, добрая Второй брак тоже не принес писателю счастья Успенский бросил жену Лену В 2005 он повстречал, как тогда казалось, любовь всей своей жизни, очаровательную Илеонору Филину Начиналось все как раз очень чудно И ухаживания были, ну это человек, который любит добиваться своей цели Двух первых жен Успенский навсегда занес в графу предательницы Илеонора признается, ее поначалу он просто на руках носил Цветы, подарки, любые капризы, только бы она улыбалась Умный, сильный, харизматичный, ну в общем все как надо, в общем все, что как раз привлекает И многие люди считают, что Эдуард Успенский это именно, он именно такой добрый детский писатель И вдруг, как гром среди ясного неба, сначала развод, а затем кошмарные подробности Эдуард Успенский требует от бывшей супруги 7,5 миллионов долларов за то, что она молвольготно жила в их шикарном особняке на Рублевском шоссе А в Троицк, в наш общий дом, он пускать никого не хочет, он не хочет показывать, как он сейчас живет в 1200 квадратных метров с бассейном один И Леонора Филина и Эдуард Успенский вместе выпускали программу «В нашу гавань заходили корабли» Но судя по заявлению в суд, писатель уверен, все время их совместной жизни его супруга абсолютно ничего не делала И миллионный иск, всего лишь взыскание необоснованного обогащения Когда я, так сказать, живя с ним, помимо гавани, пыталась сказать, что я хотела бы еще там чем-то заняться Он говорил, нет, мне не нужна жена, которая где-то будет там ходить, где-то будет что-то такое вот сидеть, да А сейчас это ставится в минус, то есть вот я один все делал, я один все зарабатывал, она типа сидела с самим ребенком на моей шее Эдуард Николаевич все точно рассчитал Деньги за проживание в его вилле на Рублевском шоссе, пользование гаражом, бытовой техникой, услуги служанки и прочей прислуги Мы строили, строили и наконец построили! Как-то все время деньги были общие, я все, что сама зарабатывала, тоже все время в общее хозяйство вкладывала Поэтому что это за необоснованные выгоды, я не понимаю И Леонора признается, их брак – настоящая ошибка Как только любовный пыл писателя паутих, супруг превратился в настоящего демона На женщину посыпались обвинения во всех смертных грехах Мы как дураки считаем, что со всеми может это произойти, а со мной нет Потому что меня-то он любит, понимаете, у меня-то будет все по-другому Одно из последних обвинений в свой адрес Леонора услышала буквально недавно Как и двух своих предыдущих жен, Успенский обвинил ее в предательстве и назвал сплетницей Нет, показалось, с ее стороны, что это была не любовь, а какое-то такое партнерство По статистике, богатые семьи гораздо чаще разводятся со скандалами и неприязнью в адрес друг друга, чем супруги со средним доходом Психологи объясняют это просто Большие деньги отравляют даже самые высокие отношения Необходимость поддерживать имидж светской львицы или женского обольстителя Легкая доступность молоденьких девушек или привлекательных мужчин Подвергают отношения гораздо большим испытаниям, чем обычная жизнь Продолжение следует...